Любая работа, даже самая простая, требует определенных навыков слаженного коллектива и немножко креатива. Когда этого нет, даже простые действия могут привести к всеразрушающему хаосу и балагану на рабочих местах. В этом выпуске посмотрим на работников, которые или явно переборщили с креативом или просто занимаются не своим делом. Вот к чему приводит работа на фиксированном окладе. Все должны быть при деле, даже вопреки здравому смыслу. Ну а с другой стороны, это пойдет здоровяку только на пользу. Выражение «застрял на работе» каждый понимает по-своему. Казалось бы, грузчиком может быть любой физически крепкий мужчина, но хороший грузчик должен еще обладать и смекалкой, иначе может получиться вот так. С кранапщиками тоже регулярно появляются видео, где неправильная разгрузка приводит к серьезным последствиям. Эта техника не прощает ошибок. Вот еще один подобный случай. Спуск лодки на воду. Ну ладно, большой и тяжелой лодки. Но это не аргумент, чтобы оправдать работу этого крановщика. А эти ребята используют свой погрузчик не по назначению в перерывах между работой. Увидев на дороге груженный чем-то автомобиль, лучше к нему не приближаться. Ведь по какой-то нелепой случайности эти грузы постоянно раскиданы по проезжей части из-за неправильной погрузки или перевозки. День в этой кондитерской начался хорошо. Вся витрина заставлена вкусной свежей выпечкой. Можно сказать, что эти ребята даже немного перестарались. Современные технологии не стоят на месте. Но все может перевернуться с ног на голову. Эти рабочие помогают бензиновой вибротрамбовке. А по задумке инженеров, помогать должна была она им. Именно для этого и нужен прораб с инженерным образованием, который вовремя остановил восстание машин и порабощение людей сложной техникой. Как говорится, не пили ветку на которой сидишь и не вали стену под которой стоишь. Теперь можно и порассуждать. Удивительно, какого результата ожидал этот экскаваторщик. Видимо, зарплата этого рабочего напрямую зависит от количества перевезенных тачек с песком. Не лучшая была идея перевозить бетон в кузове этого небольшого грузовичка. Эта ответственная уборщица просто хотела вытереть пыль с верхней полки. В итоге пыль в этой кухне стала меньшей из бед. А этот работник получает эстетическое удовольствие от своей работы. Все ровно, четко по ниточке. Хоть прям в землю бетон лей. А нет, придется теперь и опалубку ставить. А этот водитель чуть промазал, с кем не бывает. По крайней мере, всегда может прийти на помощь работник с лопатой. Вы не задумывались, почему гусеницы называются гусеницами? Видимо, потому, что могут уползти, как на этом видео. А этому работнику крупно повезло, что в руках оказалась лопата. Иначе так бы и висел, зацепившись ремнем. Вот почему кузов лучше иметь сзади, а не перед собой. Ювелирная работа малера по подкраске скола на автомобиле. Ничего не предвещало беды, но не стоило подъезжать слишком близко к этой дыре. Застеклить такое огромное здание – задача не из простых. Небольшой ветер и придется все переделывать. А на этом железнодорожном переезде происходит что-то странное. Вагоны едут без локомотива. Хорошо, хоть водители вовремя увидели и остановились. А вот и сам локомотив, от которого ухотились эти вагоны. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Пишите ваши комментарии, какой из моментов в этом видео вас удивил больше всего. А мы пошли готовить для вас новое видео. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. И взгляните, что мы еще подготовили для вас.